Приветствую вас на канале Паяльник ТВ. История карманных компьютеров началась в 1980 году с устройства RadioShake Pocket Computer TRS-80. Затем были Psyon 1, 2, 3, 5, Atari Portfolio Portable, тот самый компьютер, которым Джон Коннор взламывал банкомат в фильме Terminator 2, IBM Simon, Apple Newton и даже отечественные электроника MK85 и MK90, которые, впрочем, были клонами Casio. А сейчас MK90 можно найти в продаже за большие деньги. Имеют коллекционную ценность. Также было множество устройств на операционной системе Palmways, Symbine, Blackberry, Windows Mobile. Не буду заострять на них внимание. Если вы хотите побольше узнать о подобных устройствах того времени, то рекомендую канал Кирилла Лейфер. Так и ищите на Ютубе Кирилл Лейфер. Мне же довелось пользоваться лишь карманными компьютерами на базе Windows Mobile, которые, конечно же, не были совместимы с настольными компьютерами. Да и карманными компьютерами их называли только у нас. Оригинальное их наименование – личный цифровой помощник . Конечно, о какой совместимости с настольными ПК может идти речь, когда у устройства 400 МГц частота процессора, 32 МБ оперативки, в лучшем случае 64 МБ, ну и встроенной памяти 128 МБ. И все это с экраном 320 на 240 пикселей. В то время как настольные ПК в то время уже имели процессор 1,5 ГГц, 256-512 МБ оперативки и жесткие диски на 80 ГБ. Сейчас карманные персональные компьютеры вытеснили смартфоны чаще всего на Android, реже на iOS. Совместимости с настольными ПК, конечно же, никакой, потому что это разная операционная система. Производительность у этих довольно компактных устройств сравнима с настольными компьютерами, но серьезного программного обеспечения как не было, так и нет. У меня есть отличный планшет на андроиде 10 дюймов, но он не может полноценно заменить компьютер. Я не могу на планшете отредактировать фото, ну лишь провести цветокоррекцию, накидать фильтров. Нет полноценных графических редакторов как растровых, так и векторных, разве что джинк на костылях. Нет полноценных видеоредакторов. Для ТикТока там что-то смонтировать пойдет. Программ для 3D-моделирования на Android я могу припомнить несколько штук. Несколько аналогов ZBrush и одну инженерную облачную Cut on Shape. Даже подключить принтер и распечатать документ на андроиде та еще задача. Ну ладно, хоть в офисных программ до остатки. Подготовить документ не проблема. То есть что раньше, что сейчас, ни одно компактное автономное устройство не способно полноценно заменить компьютер, разве что кроме планшета на винде. Вступление затянулось, перехожу к сути. Представляю вам по-настоящему карманный персональный компьютер Hi-Goal WoW 2 Pro. Это ну очень необычная вещь, в общем все как я люблю. А планшетом на Windows меня не удивить. У меня был планшет 8 дюймов на Windows 10. Было достаточно удобно. Но в отличие от планшета, у которого достаточно крупный дисплей, но один USB разъем как для зарядки, так и для подключения устройств, точнее устройства одного устройства, тут небольшой дисплей диагональю 5,5 дюймов и полный набор разъемов. Сбоку два разъема USB 3.0, разъем для флеш-карты и наушников. Это отверстие для вентиляции. Сверху еще два USB 3.0 разъема, Ethernet разъем, HDMI разъем полноразмерный и два USB Type-C разъема. Полноценно здесь работает только один USB Type-C разъем, который находится рядом с кнопкой включения. Через него можно подключать различные устройства. Я, например, подключал и программировал платы на ESP32 и Raspberry Pi Pico. Можно выводить видео, Digital Port, но я не испытывал. У меня нет подходящего кабеля. И можно через этот разъем заряжать устройство зарядными устройствами с протоколами быстрой зарядки Power Delivery. Я заряжал блоком питания на 65 Вт. Какой минимальной мощности должен быть блок питания, я не знаю. Других у меня нет. Второй разъем USB Type-C предназначен только для зарядки. В комплекте с компьютером идет блок питания. Зарядное устройство с выходным напряжением 12 Вт и USB Type-C разъемом. Зачем и почему, мне непонятно. Прекрасно же заряжается блок питания с Power Delivery через второй USB Type-C разъем. Лучше бы вложили в комплект блок питания с Power Delivery. Но нет. Вот вам такое извращение. И я думаю дело вот в чем. У HiGo есть вариант такого же устройства, но в пластиковом корпусе. Это металлический. И без встроенного аккумулятора. Возможно, компьютер без аккумулятора невозможно запитать через гнездо по протоколу Power Delivery. Возможно, именно поэтому сделали такой костыль с питанием. Кстати, как-то был обзор мультимедийного компьютера на Android Station M3. И там, несмотря на наличие USB-C разъема, питание было реализовано через разъем 5525 от блока питания 12 Вт. И под роликом в комментариях написали, цитата. На самом деле, практически никто не переходит на питание от USB-C разъема. У него слишком медленный протокол переключения напряжения на нужной. Type-C разъем в основном ставят в ноутбуке, где есть резервное питание от аккумулятора для его заряда. Конец цитаты. И тут тоже есть резервное питание. Исходя из этого, получается, что второй разъем только для версии без аккумулятора. Но вот, что я хочу сказать по поводу этого блока питания. Ладно, если вы приобрели версию без аккумулятора, пользователь подключит этот блок питания к компьютеру через соответствующий разъем и никогда не будет его отключать. Ну, никаких проблем. Но, в другом случае, рано или поздно, к этому блока питания, который 12 Вольт на выходе, будет подключено какое-то устройство, которому необходимо 5 Вольт. И оно сгорит. Или пользователь перепутает разъемы и на этом компьютере подключит блок питания ко второму USB Type-C разъему. Я не знаю, что там. Может, какой-то контроллер используется. Проверять, как отреагирует компьютер на подачу 12 Вольт во второй USB Type-C разъем, я не собираюсь. Вдруг сгорит. Я рисковать не буду, у меня уже был опыт. У меня есть пара паяльников от GVDA и от FNIRS, оба с USB Type-C разъемами. Так вот, один паяльник GVDA я уже спалил, подав вместо 5 Вольт с протоколом Quick Charge постоянное напряжение. Сгорел именно контроллер быстрой зарядки на входе питания. Паяль в FNIRS в этом случае спокойно принимает постоянное напряжение. Так что этот блок питания сразу в мусор, ну или отрезать его коварный USB Type-C разъем, мы используем блок питания не по назначению. Для питания чего-то другого. Также тут есть микрофон. Вот здесь отверстие под экраном. И в нижней части динамик 1 Вт. Звук отвратительный. Тихий с искажениями, хрипит. Даже видео на Ютубе смотреть с таким звуком сложно. Экран 5,5 дюймов, разрешение 1280 на 720 пикселей. ИПС-матрица, тачскрин то ли на 5, то ли на 10 касаний. И я, честно говоря, не знаю, зачем в операционной системе Windows такое большое количество одновременных касаний. Даже 5 много. Сенсор гравитации предусмотрен. Экран сам поворачивается. На мой взгляд, разрешение HD, то есть 1280 на 720 пикселей, достаточно. А вот размер экрана маловато. Здесь операционная система Windows 11. И на таком физически маленьком дисплее все элементы интерфейса маленькие. Но пальцем попасть в крестик и закрыть окно, это сноровка нужна. А на ходу, например, в автомобиле, это еще сложнее. У меня есть активный стилус. Хорошая вещь. При использовании на телефоне или на планшете на Android работает отлично. Но тут он почему-то работает хуже. Пальцем порой получается лучше работать, чем этим стилусом. Странно. Но если взять в руки мышь, у меня тут мышь с блютусом, то все становится, конечно же, намного лучше. А главное увидеть, где же там на этом маленьком экране бегает курсор. Приходится делать его вот таких ярких цветов, в крупном. Процессор Intel Celeron N5095A. Четыре потока, четыре ядра. Частота от 2 до 2,9 ГГц. Поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4. И установлено как раз 16 ГБ. Содержит видеоядро Intel UHD Graphics, которое делит оперативную память с процессором. Поддерживает DirectX 12 и OpenGL 4.5. Разрешение изображения до 4К. Но для этого компьютера 4К это просто боль. Это медленно открывающиеся страницы в браузере. Это подлагивающее видео на YouTube. Даже если оно в разрешении 480х360 пикселей. Но растягивается на всю страницу. Но стоит убавить разрешение монитора до Full HD 1920х1080. И все становится лучше. Работать и смотреть видео становится комфортно. Лаги пропадают. То есть заявлено 4К. Но толку от этого нет. В общем это ожидаемо. Энергопотребление процессора Celeron N5095A всего 15 Вт. В то время как у средних процессоров настольных ПК 65 Вт. Ну и пусть вас не вводят в заблуждение высокие значения частоты процессора и количество ядер. Не стоит ждать огромных вычислительных способностей там где их не заложено. Графики крутой также не стоит ожидать. Мне удалось запустить игры 10-летней давности и старше в разрешении Full HD. Флэш памяти здесь 256 ГБ. Не знаю пока сделана ли она отдельной платой M.2 или распаяна на плате. Я еще не разбирал. Расширить память можно при помощи флэш-карты. А временно расширить конечно же при помощи флэшек и внешних жестких дисков. С полноценными USB разъемами проблем вообще никаких. И конечно же здесь есть Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 и Ethernet указан на 1 ГБит. А вот Ethernet не подключал. Ничего по этому поводу сказать не могу. Я даже не знаю работает ли он вообще. Аккумулятор 2500 мАч, 76 Вольт. Заявлена работа до 5 часов. Но все зависит конечно же от нагрузки и подключенных устройств. Кстати, несмотря на то, что энергопотребление процессора всего 15 Ватт, компьютер греется ощутимо. Ну где-то 40-45 градусов. В руках держать можно, не обожжетесь. Но вот даже от такой температуры аккумулятору поплохеется временем. Ресурс его работы будет снижен. Но в целом, по большому счету, это не отличается от тех же смартфонов. Они греются не хуже и ресурс работы аккумулятора также снижается от нагрева. Кстати, камеры, ну или веб-камеры тут нету. Ни вперед, ни назад. Тесты и бенчмарки. А я знаю, в комментах напишите. Бенчмарки, бенчмарки давай. Стресс-тестер от родлинг. Бенчмарков на винду много. Я даже не знаю, что именно показать. Ну вот, например, Geekbench. Тест процессора 472 попугая. На одном ядре и 991 попугай в мультикор режиме. Тест OpenCL 938 попугай. И тест Vulkan 2054 попугая. Мне это ни о чем не говорит. Троттлинг. Максимальная температура процессора Celeron N5095A 105 градусов. Я запустил AIDA64. Включил в ней отображение датчиков. И включил в ней стресс-тест. И заодно включил диспетчер задачи. Видно, что стресс-тест нагрузил и процессор, и оперативную память, и графический процессор. Максимальная температура, которую мне удалось получить, 92 градуса. На графике видно кривую красным цветом, которая подписана как троттлинг. И она колеблется около 60%. Если бы я знал, что это такое, я не знаю, что это такое. Но каких-то жестких подлагиваний компьютера в этот момент не замечено. Графические бенчмарки, например, фурмарк от 2 фпс в 4к до 7 фпс в HD. А можно МСА и камбустер погонять, но там больше 20 разновидностей тестов. И все дают разные результаты в зависимости от сложности теста. Не хочу загромождать видео этими тестами. Результаты так понятны. Графика это не конек этого компьютера. И немного тестов в скорости чтения записи во встроенную память. Ну и мое личное мнение. Компьютер, мягко говоря, странный. Я не имею в виду вычисленные способности этого компьютера. Понятно, что компьютер довольно слабый. Офисный компьютер. Поработать с документами, выйти в интернет, посмотреть видео. В третьих героев поиграть. В CS 1.6. В Халву вторую. Тем не менее, я на нем успел и помоделировать детали в Компас 3D. И нарезать эти детали в слайсере для последующей печати. И поработать в графических редакторах, как растровых, так и векторных. И даже отредактировать видео. Да, это долго, это сложно для него. Тем не менее, потихонечку справляется. То есть, я использую его как полноценный компьютер в течение последнего месяца. Просто потому, что у меня накрылся мой основной компьютер. Но использовал я его, конечно же, с монитором, клавиатурой и мышью. Компьютер странный, но в первую очередь из-за своего форм-фактора. Дисплей 5,5 дюймов, но в принципе, как на моем телефоне. Вот только интерфейс андроида рассчитан на физически маленький дисплей. А интерфейс Windows 11 нет. Кстати, на Windows 10 была возможность включить режим планшета. Интерфейс перестраивался под тачскрины и работу с пальцем. А на Windows 11 я такого не нашел. Ну то есть, есть режим планшета? Есть. Но интерфейс крупнее не становится. Лишь клавиатура экранная вызывается, занимая половину и без того маленького дисплея. Было бы неплохо, если бы устройство таки имело физическую клавиатуру. Ну, в виде слайдера, например, как у Sony VIA UX1. Либо разделенную на разные стороны дисплея. Как у Rhythmix RPC 500. Были же времена. Производители не стеснялись экспериментировать с дизайном. А сейчас... То есть, использовать его в первозданном виде, как автономное устройство, сложно из-за маленького дисплея. В этом случае лучше сразу купить планшет на винде. 8-10 дюймов. И у них, конечно, зачастую всего один USB разъем. Как для зарядки, так и для подключения устройств. Но существуют промышленные планшеты, у которых и несколько нормальных USB, и Ethernet, и даже компорт. А также пылевлагозащита и противоударные свойства. И Hi-Go делают такие планшеты. И стоят они, конечно же, недешево. Около 50-55 тысяч. Кстати, на странице товара продавец это чудо называет промышленным компьютером. Но тут-то ни противоударная защита, ни защита от влаги и пыли. Ну, какой это промышленный компьютер. Использовать его как неттоп, подключив к монитору, ну тогда зачем ему дисплей? В этом случае лучше купить неттоп без дисплея. И за эту же цену получится найти неттоп мощнее. Либо такой же мощности дешевле. У меня еще есть пара вариантов его использования. Купить раздвижной джойстик и сделать из него SteamDesk на минималках. Либо использовать его как кибердеск. А вот использовать его для диагностики авто, полевой диагностики какого-либо оборудования. Или обновления прошивки этого оборудования. Ну, вполне возможно. Я вам показал лицом и боком, что это за зверь. А нужен ли он или нет, решать вам. Но ссылка для заинтересовавшихся будет в описании. Меня этот компьютер действительно выручил, заменив мой настольный ПК на время ремонта. Который еще не закончился. Впоследствии я планирую продолжать его использовать. И в первую очередь для работы с моими станками. Детали на слайсере нарезать, управляющую программу для лазера подготовить и так далее. Особенно понравился просто достал флешку, подключил ее безо всяких ОТГ-переходников и смотрел видео. Это прям после планшета, где обязательно нужно использовать ОТГ-переходник. Здесь просто песня. Никаких переходников. Четыре разъема. Супер. Ну и промаловат. И на этом все. Если вы смотрите нас на Ютубе, заглядывайте на наш Дзен. Если смотрите на Дзене, заглядывайте на Ютуб. А еще у нас есть сайт, форум, группа ВК и чат в Телеграме. Заходите по Болтаем. Все ссылки будут в описании. С вами был Николай. До новых встреч на канале Паяльник ТВ.